Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Хован, я вас приветствую на канале Иванова Наука. Сегодня мы с вами разберем несколько типичных проблем, которые могут возникать при домашнем консервировании. В интернете полно всевозможных роликов на тему, как правильно законсервировать огурцы, томаты. Ну, сейчас огурцы очень популярны, но, в общем-то, томаты тоже. Я вообще люблю консервировать патиссончики вот такие маленькие, как видите, тоже желтенькие. Консервируют кабачки, солят, консервируют цукини, в общем, консервировать можно все подряд. И рецептов, конечно, огромное количество. Проанализировав всевозможные рецепты на тему, не успеваю ставить банки на стол, да, там все съедают, или оторвут с ушами, так вкусно, или вы никогда не пробовали таких огурцов, или консервирую огурцы там без стерилизации, или еще что-то. Проанализировав все эти ролики, я пришел к одному выводу, что все они в основном, конечно же, главным образом различаются по составу рассола. Рассол это что? Какая-нибудь кислота, которая будет задерживать развитие микроорганизмов, соль, которая также выступает в качестве консерванта, и сахар, который выполняет роль не столько консерванта, сколько вкусового такого компонента рассола. А дальше начинаются также фантазии в отношении различных соотношений пряностей, зелени, вишни, листа, хрена там и так далее. Каждая хозяйка, на что гораздо, то и придумывает. В принципе, конечно, это очень любопытно, очень можно много почерпнуть из этих роликов, придумать какие-то свои индивидуальные рецепты, или пользоваться те, которые предлагают. Но, опять же, оказывается, что наиболее популярны те ролики и те рецепты, где в рассол добавляется побольше сахара, чем больше сахара получается, тем вкуснее консервация. Но это понятно, мы все очень привычны к сахару, нам всем сахар очень нравится. Но здесь, как говорится, в первую очередь рулит свой собственный вкус. Поэтому рецепты выбирайте сами. Тем более, что я на канале Процветок в прошлом году, а может позапрошлом, уже сейчас не вспомню, выкладывал ролик с несколькими рецептами консервации поздних огурцов, огурцов-переростков, где вместо воды использовал различные другие жидкости, которые вполне можно использовать. Будете вы использовать спиртовой уксус, или винный, или яблочный, или какую-то еще кислоту, это постойку-поскольку. Все дело вкуса. А я расскажу вам об ошибках. Итак, первая ошибка, которая связана с неудачей в консервировании, рассол мутнеет, банки взрываются, это несвежие овощи. Несвежие овощи являются одной из главных причин развития нежелательной микрофлоры. Среди нежелательной микрофлоры развиваются в огурцах и томатах, конечно же, дрожжи, которые вызывают сильное помутнение, и развивается сенная палочка, которая нам вроде бы подруга в наших садово-огородных делах, но она может там развиваться. При этом сенная палочка дает очень неприятный, такой достаточно гнилостный запах консервированных овощей. А дрожжи вызывают бурление, обильное газообразование, вздутие, взрыв этих банок, и такой скорее кислый запах, немножко бывает иногда спиртовой, бурлящий. В несвежих овощах оба эти микробы размножаются очень быстро. И, конечно, все приготовление, консервация овощей связано с избавлением от излишнего обсеменения микроорганизмами. Конечно, полностью избавиться от микроорганизмов на поверхности овощей не представляется возможным. Именно поэтому я всегда говорю, что банки совершенно не обязательно стерилизовать. Достаточно просто помыть жидким мылом или еще лучше хозяйственным мылом. Потому что то количество микробов, которые вы принесете с овощами, с зеленью, не входит ни в какое сравнение с теми микробами, которые есть на поверхности банки. Овощи, соответственно, тоже надо просто помыть. Но чем они будут свежее, тем лучше будет качество ваших консервированных овощей. Следующая проблема, которая связана с низким качеством консервов, это, конечно же, слишком длительная термообработка. Многие избегают вот этого вздутия, порчи, взрыва банок таким образом, что долго варят с консервы. Или долго держат кипятки, там несколько раз заливают. Или же стерилизуют очень долго. Из-за этого огурцы очень часто получаются мягкими, помидоры лопаются, вынимаемы тряпочки и так далее. Но для этого есть еще одна связанная причина, почему овощи в консервации бывают мягкими. И это неподходящий сорт. Ну, если брать кабачки, цукени, патиссоны, они все подходящие. А вот огурцы есть салатного назначения, а есть консервные. Лучше всего консервируются, конечно же, огурцы с толстой кожей, плотные, которые выращиваются в открытом грунте. Но можно, конечно, успешно законсервировать и огурцы, выращиванные в защищенном грунте. Тем более, что у многих есть опыт консервации огурцов, вот таких вот маленьких, прям совсем малюсеньких. И они, в общем-то, тоже вкусные. Там уже все зависит от того, на какие цели, для чего вы их консервируете. Потому что это может быть легкая закуска, это может быть резать салаты, может быть варить рассольники, там вообще могут быть квашеные огурцы, вовсе не закатанные и так далее. Но все-таки правильно подобранный сорт во многом определяет качество консервов. И это касается, как я уже сказал, огурцов и, конечно же, томатов. Потому что томаты для консервирования должны иметь достаточно толстую кожуру. В противном случае ничего не получится. Следующая проблема, которая бывает связана с некачественными консервами, это, конечно же, неправильно приготовленный рассол. Многим не нравится высокая концентрация соли или сахара. Многие беспокоятся за здоровье. Это очень правильно, это жирный минус консервированных овощей. Мы одновременно получаем значительное количество соли и сахара с ними. Однако же недостаточная закладка вот этих консервантов, именно уксус, соль, в меньшей степени сахар, потому что его не так много закладывается в овощные консервы. Он в меньшей степени выполняет консервирующую роль. Если вы положите меньше соли и уксуса, чем требуется, то вы непременно можете получить, ну, во-первых, не очень вкусные консервы, а во-вторых, риски того, что микрофлоры, находящиеся на поверхности овощей, начнет там бурно развиваться, очень и очень высока. И помните, что даже 10, а то и 15 минутное кипячение не уничтожает споры сенной палочки. Сеную палочку сдерживает именно соль и именно уксус. Вот эти два консерванта. Здесь не лишне вспомнить о том, что многие блогеры пугали огородников, как бы удерживали их от использования биологических препаратов на основе сенной палочки, мол, овощи становятся мягкими и раскисают. Надо помнить, что сенная палочка является аэробным организмом. Ей для развития в обязательном порядке нужен кислород. И в хорошо укупоренной банке, хорошо простерилизованной банке, даже если останутся споры сенной палочки, они развиваться не будут. Им просто не хватит кислорода. Почему я говорю в этом контексте хорошо простерилизованным? Потому что чем горячее и дольше в горячем состоянии находится вода, тем меньше в ней растворенного кислорода. Это такая нормальная физика и микробиология все вместе. Так вот еще одной большой проблемой, которая как раз способствует тому, что сенная палочка разводится в консервах, кроме того, что там низкая кислотность и низкая соленость, это сколы на горлышке, когда вы закрываете крышкой, закатываете или закручиваете, отсутствие герметичности, негерметичная крышка, негерметичное закрытие. Тогда для сенной палочки там создаются вполне благоприятные условия. И вот тогда-то она нам может навредить. Но использование биопрепаратов в этом смысле никак не влияет на качество консервов, потому что этой сенной палочки вокруг нас и так навалом, и без того. Особенно если есть частички почвы. Ну, между прочим, если частички почвы остаются, и вы плохо моете овощи, особенно это касается грибов, то здесь еще возникают риски, особенно грибов, потому что в них много белка, возникают риски развития ботулизма в ваших банках. И банки не просто будут невкусные, испорчены, а они могут быть опасны, действительно опасны для здоровья. Поэтому тщательно мойте овощи, избавляйтесь от частичек почвы, и добавляйте необходимое, вот прям конечное по рецепту количество уксуса и соли. И еще вам дам такой небольшой напоследок лайфхак. Сейчас достаточно легко купить в аптеке аскорбиновую кислоту. Аскорбиновая кислота является хорошим, полезным, в отличие от бензоатов, там других каких-то вещей. Хотя бензаты не так уж вредны, как им иногда молюют, приписывают эти свойства. Но однако же, они не любят нагрева. Однако же, аскорбиновая кислота является и хорошим консервантом, и хорошим антиокислителем. Защищает ваши консервы от окисления в случае длительного их хранения. Поэтому 1 грамм аскорбинки на 3 литра воды, это совсем немного. Она продается в аптеках, в порошочках, это все очень легко. Поэтому, пожалуйста, добавляйте в конце варки вашего рассола. А рассол надо простерилизовать в первую очередь. Помните, что главным источником дрожжей являются овощи, безусловно, но также и сахар. Сахар является очень важным источником дрожжей. Поэтому, пока вы не перекипятите сахар в рассоле с солью, не добавите в конце уксус. И вот я вам рекомендую еще добавить грамм аскорбинки на 3 литра рассола в конце. Вы всегда будете иметь высокие риски порчи ваших консервов. Поэтому сахар кипятите в обязательном порядке. Не надо насыпать сахар, соль, уксус, заливать кипятком, выливать, опять заливать кипятком и консервировать. Конечно, если соль и уксуса ухнут туда как следует, то все будет хорошо. Но если все-таки немножко меньше, то я вам рекомендую сахар обязательно прокипятить. То есть заливать не водой, солью и сахаром банки, а заливать готовым прокипяченым рассолом. Кипячение подразумевает минимум 20 минут на медленном огне кипятить. Вот от того момента, как оно начало кипятиться. И в таком случае ваши консервы будут надежные и наилучшего качества, с минимальной опасностью для вашего здоровья. На этом я прощаюсь с вами. До новых встреч!